Музыка Бригада Бригада ух Такая у вас, кружочек такой Это для Ани, сказки рассказывает Мишка Анечка, на Тебе будет сказки Мишка рассказывать Вот так вот Да, нажимай кнопочку Будут сказки, стихи Нажимай кнопочку Ну Это когда Тёма не захочет тебе рассказывать сказки Там надо наладить его А что случилось? А кто это разбросал? Все игрушки вон там Зайки, лисички Это кто так сделал? Это кто так сделал, разбросал? А? Это Анечка тут трогала, да? Другой нету Александр Борисович ставит снегозадержатели на бане Снег очень сильно падает у нас И портит забор Посмотрите, Борисович стоит на своих самодельных табуретках Многие просто писали Это всё фигня А у нас они служат уже Наверное, года три И во всех сферах И я стою Снегом Ну вот, дорогие друзья Сделали новые снегозадержатели На крышу Чтобы снег всё-таки держался Как и вот здесь вот На беседке Вот Как-то не будет хоть Сходить лавиной Как в прошлом году Но в прошлом году, правда И снег было Какое-то светопредставление Надеюсь, в этом так не будет Ну, ещё нужен жёлоб почистить Помыть Мы всегда их прочищаем к зиме В общем, всякой работы Не жалко мне этих 100 рублей Не в этом дело А просто пять минут И готово И надолго цепи хватает Дорогие друзья Борисович мне сказал Что я должна научиться Точить Вот Цепь Почему-то я должна научиться Точить цепь Менять колесо на автомобиле Что ещё-то я там не умею Когда колесо сломается Ты что будешь делать Вот он меня спрашивает Я говорю Тебе звонить Тебе буду звонить Сама-то я делать этого не буду А чего теперь Вот Теперь учат меня Зачем-то Зачем точим цепь Так потому что Если точить на станке Быстро зуб старшивается А фирменная цепь Сейчас 500 рублей стоит Ооо Это Конечно, мы столько сэкономим сейчас И плюс поточить 100 рублей Это вообще бешеные деньги А 10 минут всего Ну ты сейчас меня просто насмешил Ну конечно, 600 рублей Или можно наточить Вот так сидеть вручную И сколько это вот Это вот Жик-жик будет Сколько по времени 10 минут А, 10 минут Все понятно Я пропустил Да не буду ее трогать Потрогай пальцем Вот тупая Потрогай Красивая Борисович любит хвастаться У него каждая Заметили Какие друзья Ну не пугай нас Вот попробую пилу Покажу Деревянные Рубленные Поэтому купили пилу Для того, чтобы строить дом Ну вот Дому 15 лет Даже уже, наверное 16, наверное, уже Вот 16 лет в этом году Дому И поэтому Пиле вот Именно столько лет Борисович говорит Что пилоточек Когда Точит печь Ой Проверяют Всегда Вот видите Нам надо Тут все красиво А вот тут Тут вот Некрасиво Как по маслу Одним словом Как по маслу Вот теперь Все будет Хорошо Ровно Ну вот Теперь моя душа Спокойная Я не могла успокоиться Что Здесь так вот Некрасиво было Все Теперь это Ровные мои деревья Третий Заход Третий заход Уже с деревьями В этом году Вот Ну теперь вот Кучу мусора Опять придется У меня Неспокойно Была душенька Ну у тебя И тем более Ну Все Теперь ровненько Чистенько Еще там Надо распилить Нам Дровишки Сегодня новое Мероприятие Борисовича Как всегда Мойка И чисто Чистка крыши Под Флагом Или под девизом Готовимся К зиме Уже Нам Мыли дом Кто моет дом Дорогие друзья Вообще Стены дома Если вы этого не делаете То мы Придем К вам Как в рекламе Чтобы везде Все было Чисто И вот Сейчас Как всегда Дедовский Проверенный Старый способ Шиферная Крыша У нас Чистая А ей 16 лет Шиферу Я имею ввиду Был повод Несколько лет назад Мы хотели Перекрыть крышу А потом решили Зачем Если шифер В идеальном Состоянии Потому что Мы его моем И Если пройдетесь По Своим Улицам Обратите внимание На шиферные крыши С годами Сколько на них Образуется мха И они становятся Черные И из-за этого Ну в общем-то Могут даже потечь А наша крыша Прям отливает золотом Как Борисович говорит Экипировочка Вот так Включено там Вчера прилетели из Турции А сегодня Поехали за грибами Вчера Нас угостили Несколькими штучками Вот таких вот Боровичков Я сварила Пахлебку Вкуснейшую Пахлебку Обязательно размещу Свой рецепт Он такой Не очень обычный Так делали мои родители Я уже сняла Такой рецепт А сегодня Сами поехали в лес Но наверное Вчера Все люди Как у нас говорят Когда слух пошел Пошли белые Все рванули в лес Поэтому Мы сегодня Не очень большой результат У нас Но при этом Еще и дождь нас выгнал Мы бы еще походили Но пошел такой сильный дождь Идет и идет и идет Вот Но Достаточно На то Чтобы сварить суп Сделать какое-то Жаркое из грибов Да и просто Потрогать И полюбоваться Посмотрите Какие они красивые Их даже жалко Резать Как я говорю Да и просто побегать По лесу После жаркой Турции Продышаться нашим Северным лесом Нашим запахом Это очень классно Вот какие Притом Грибы пошли у нас Очень поздно Видите Обычно мы Грибы белые Начинаем собирать Ну Со второй половины Августа Бывает такое Что пойдут Первый слой Белых грибов В этом году Не было Сухо Очень сухо Было Очень жарко Поэтому Вот только сейчас Первые-первыхые Грибочки пошли Это очень поздно Обычно Заканчиваем К этому периоду Собирать грибы Да и честно говоря Даже и всяких Поганок Мухоморов И всей прочей Вот такой вот Лесной растюхи Очень-очень мало Вот Поэтому Ну Дай бог Погода стоит Такая более-менее Теплая Вот идут дожди Может быть Еще вылазку сделаем А сейчас Пока Пока вот так Перебираю Как игрушечки Любуюсь Ну и что-нибудь Обязательно Приготовлю Из таких красотунов Правда Приехали Сразу Баньку Надо истопить Потому что Все эти морские дела Это хорошо Наша банька Лучше И решила Сегодня Все равно Скоро Обрезать Лаванда У меня в этом году Хорошо Очень наросла Вот смотрите Этот кустик Как-то я пропустила Он был все Маленький-маленький И я его не подрезала А вот та лаванда Которую я Очень хорошо подрезала Она Намного лучше выглядит Более широкий Куст стал Распушилась она И еще Вот здесь Вот вверх Вырежу Прекрасно Черенки Кстати Укореняются Я уже укоренила себе Чтобы вот здесь Вот по бордюрчику Пустить лаванду И та Более широкий Кустик Чем этот Поэтому Вдруг кто не знает Можно свои эфирные Всякие Шточки При парке Делать для бани Не надо покупать Никаких эфирных Масел Ну просто срезаю Вот эти вот Веточки Все равно Сейчас уйдут Под срезку Вот В такую штуку В которой мы Ну Водичку горячую И потом На каменку льем И даже Вот эти цветочки Вот Это и красиво Согласитесь Вот Пойду Залью кипятком И Это все Настоится И вот этот Настой Пойдет На горячие камни И сегодня Будем вдыхать Запах лаванды А еще Пойду Поищу Листики Крапивы Сейчас Пока не надо Венечки Которые я для бани делала Вон Свеженькая Молоденькая Прямо чудо Как хороша Сейчас еще что-нибудь Пойду Поищу в огороде Вот хорошо Не выпалото А это Лекарство Сейчас буду забрать Вот еще нашла Чистотел Он правда не цветет Но Несколько веточек Чистотела Это очень хорошо Ну Само слово Название Чистотел Говорит Уже О многом Да Ну и еще Веточка Черной смородины Вот смотрите Можно даже И посвежее Срезать Все равно Кусты надо Разрежать Потому что Черные смородины Тоже эфирные масла Здесь вот еще Кустик крапивы Еще хватит На одну баньку И вот здесь Шикарный куст крапивы Пока тоже И полоть Не буду А еще Мяты Посмотрите Как шикарно Разрослись Мяты Просто Вот как Поэтому Сейчас еще Нарежу Мяты Это же тоже Или нарву Можно уже Рвать Теперь уже Не режу Скоро Под зиму Вообще Все уйдет О Даже с корнем Вот кому-нибудь Надо презентовать Корешок Мяты Махита Вот так И вот это все Чудеснейшее Дело Я пойду И заварю В баню Кроме как Подкидывать Лаванду На каменку Мы будем Использовать Настой Целебных трав О которых я всегда Рассказываю Для того Чтобы купать Деток И полоскаться Самим Лицо Волосы Тело Вот смотрите У меня здесь Шикарная Лейка Ой Какая она шикарная Это не рассказать Этой лейке Ну 50 лет Это точно Вот Но ей ничего Не делается И в этой лейке Я ничего не делаю Только завариваю Травы Для бани Вот сорвала Сейчас залью Все кипятком И поставлю Туда В парилку Для того Чтобы это все Настаивалось Ну вот Как раз У меня кипяток Запариваю Я лаванду Все Достаточно Нам этого И сейчас Ставлю В парилку Там уже Около 100 градусов Поэтому Все это дело Не остынет И будет Настаиваться Можно конечно И крышкой Закрыть Хорошие игрушечки Баба дала Да тебе Что делаешь Надо делать Как следует Двумя руками Убирать Александра скажи Всем привет Всем привет Бабушке Очень весело Потому что Чуть-чуть Приболели В садик Не пошли Сегодня Да Саша Некогда Тебе Разговаривать С нами Да Некогда Очень ответственная Работа Сначала Чеснок Чистила Теперь Помидоры Перекладывает Потому что Мы сейчас Занимаемся Заготовкой Томатов Да Ты любишь Помидоры Да Кто у нас Больше всех В семье Ест помидоры Я Ты конечно Да Самая Помидорная Девочка У нас Это Александра Ну посмотри На бабушку Скажи Всем привет Ручкой Помаши Всем привет Тебя очень любят Все подписчики Смотреть Какие подписчики Да Тетеньки Нет Дяденьки Дяденьки Почему Дяденьки Потому Я хочу Дяденьки Дяденьки Подписывайтесь Пожалуйста На канал И тетеньки И тетеньки Да А у нас В основном Тетеньки Дяденек Мало Дяди И тетеньки И тетеньки Да Да? Ну, что делать-то? Вот, дяденек совсем нету у нас, одни тетеньки. Почему ты решила про дяденек-то? Тебе дяденьки нравятся? Да. Потому что дедушка твой любимый, да? Твой работник дня сегодня. Чувствую, что много дел сегодня сделаем. Очень много. Да? Да. Ну, так, видите, главное занять человека.